Что такое инвестиционные облигации Сбербанка, как Большой Зеленый Банк зарабатывает на неопытных частных инвесторах и сколько денег уже собрано? Всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture. Мы с вами уже обсуждали, что Сбербанк достаточно неуважительно относится к начинающим инвесторам, предлагая им продукты заведомо невыгодные. Так, например, мы обсуждали, что Сбер навязывает людям открытие индивидуальных инвестиционных счетов, утверждая, что обязательно нужно пополнить его на 90 тысяч рублей при открытии и отдать в доверительное управление. Это неправда, вы ничего никому не должны, ИИС лучше открывать на сайте Сбербанка. Но сегодня я говорю с вами про другой инструмент, который называется инвестиционная облигация Сбербанка, она же ИОС. Они активно предлагаются как на Сберовском сайте, так и в приложении Сбербанк Инвестор, причем в последнем они отображаются как инструмент с низким риском. Но это не так, и сейчас я буду объяснять вам почему. Инвестиционная облигация – это ценная бумага, которая торгуется на московской бирже и предполагает защиту вашего капитала. То есть, если вы купили ИОС на тысячу рублей, то эту тысячу рублей вам Сбербанк гарантированно возвращает. Дальше есть два вида дохода, которые вы можете получить. Это гарантированный доход и дополнительный доход. Вот дополнительный доход находится под очень большим вопросом. Сразу скажу, что покупать ИОС можно на индивидуальные инвестиционные счета. И также инвестор теоретически имеет возможность в любой момент купить или продать ИОСы на бирже. То есть, предполагается, что они ликвидны, но на самом деле это не совсем так, потому что найдете ли вы покупателя, допустим, на свою просевшую облигацию – вопрос. Досрочное погашение происходит по рыночной цене. И здесь, если вы решите продать ИОС до наступления срока погашения, дополнительный доход у вас сгорает. Вы получаете только гарантированный доход. Доход вроде бы звучит неплохо, с исключением того момента, что минимальный гарантированный доход по большей части сберовских инвестиционных облигаций составляет 0,01% от номинала. На мой взгляд, слово «облигация» в названии «продукт» вводит в заблуждение начинающих инвесторов, потому что на подсознании зашито, что облигация – это что-то надежное, как правило, с фиксированным доходом. Но здесь ситуация абсолютно другая, потому что, по большому счету, ИОС от Сбербанка – это структурный продукт, может быть, структурная нота с защитой капитала. И на том, конечно, спасибо, но при этом, которая вполне себе позволяет финансовой компании не додать клиенту его доходность. Получается такая ситуация, что человек, допустим, приходит в Сбербанк, говорит, хочу открыть депозит. А ему менеджер говорит, а зачем вам депозит? Депозит даст доходность сейчас только 5%. Купите лучше наш интересный инструмент, который называется «инвестиционная облигация Сбербанка», по которому вы можете получить доход иногда аж до 15% годовых с минимальными рисками. И человек иногда не будет вдумываться и согласиться. Или то же самое, человек подумывает о том, чтобы купить корпоративную облигацию Сбербанка, которая сейчас дает чуть больше 6% годовых, а ему предлагают ИОС. И если человек не захочет разбираться, то он вполне может подумать, что он покупает абсолютно надежный инструмент с гарантией получения доходности. По своей природе ИОСы также похожи на инвестиционное страхование жизни. Точно так же вам дают гарантию возврата средств. Там, правда, еще какую-то страховку предлагают в довесок, а здесь даже и этого нет. И нужно понимать, что на самом деле, как такие продукты конструируются, большая часть денег клиента кладется на тот же самый банковский депозит, допустим, с доходностью в 5%. Банк примерно подсчитывает, какая у вас будет доходность за срок жизни этого продукта. И вот на эту заработанную вами на депозите доходность банк покупает производные финансовые инструменты, например, опционы. На них играется, и если повезет, то вы получите дополнительную прибыль. Но, правда, не всю прибыль банк вам отдаст. Даже при положительном развитии событий, большая ее часть все равно осядет именно у него в кармане до вас. Если дойдут, то дойдут какие-то крохи. При этом я бы не стала особенно доверять ту информацию, которую мы видим на сайте и в приложении Сбербанк Инвестор, потому что это маркетинговые материалы, и понятно, что там пытаются нам предоставить инструмент в максимально более выгодном свете. Будьте готовы к тому, что реальная доходность будет ниже. Вообще, такие инструменты распространены и на Западе, но есть более честный вариант, когда вам, допустим, говорят, у нас есть продукт с полной защитой капитала, если индекс S&P 500 вырастает, то вы получаете, допустим, 90% от этого роста, 10% выходит компания. Если не вырастает, то вы остаетесь при своих вложениях. Здесь же формула расчета достаточно сложная, и что там в итоге брокер вам насчитает в качестве дополнительного дохода по итогу, можно только предполагать. При этом найти на сайте Сбербанка полноценной информации и документации, что самое главное по ИОСам, невозможно. То есть там есть лендинги, на лендингах есть какая-то обрывочная информация, но для того, чтобы почитать документацию, мне пришлось провести целое расследование, и в итоге мне прислали несколько вариантов, которые вот только менеджеры напрямую выдают клиентам, которых они в настоящий момент обрабатывают. То есть весь сайт Сбербанка на самом деле сейчас построен таким образом, что это такая огромная воронка продаж, которая в итоге заставляет клиента все-таки выйти на менеджеров, которые уже, конечно же, объяснят им именно в том свете все, в каком это нужно компании. Сбербанк начал осторожно выпускать ИОСы в 2016 году, и, честно говоря, я вот до недавнего времени даже не слышала о том, что эти инструменты настолько популярны. Но статистика меня поражает. Мы с вами вот на днях говорили про биржевые пифы Тинькова, но он нервно курит в сторонке со своими объемами продаж. Только вдумайтесь. В октябре 2019 года Сбербанк разместил 10 выпусков более чем на 17 миллиардов рублей. При этом 9 из этих 10 выпусков выкупили физические лица. Всего на 2016 год, на 2019 год, простите, запланированные продажи ИОСов на 60 миллиардов рублей. Давайте посмотрим, как это продается в приложении Сбербанк Инвестор. Мы заходим на вкладку идеи, видим низкий уровень риска. О, классно, продукт от Сбербанка, потенциальная доходность 15% годовых, 16% годовых, 13% годовых. Я буду считать, что я человек довольно консервативный. Мне предлагают купить ИОС на доллар-рубль, потенциальная доходность 8,1% годовых. Что это? Купон из расчета 4,05% за период наблюдения или 8,1% годовых выплачивается раз в полгода за те рабочие дни, когда курс доллара к рублю находился в коридоре плюс 3 рубля, минус 1 рубль от начального курса валютной пары, установленного ЦБ 19 декабря 2019 года. И, собственно, 19 декабря она и будет размещена. Понимаете, в чем дело? Допустим, 19 декабря курс может резко, допустим, возлететь, предположим, что вот сейчас у нас там ниже, чем 63, а он возьмется как нет 19 декабря и будет находиться на отметке 67. И вот получается, что теперь в течение ближайшего года вам нужно, чтобы курс находился в диапазоне 66-70. А если он опустится снова на 65 и на этом уровне застрянет, то получается, что вы не получите своего дополнительного дохода, вам придется довольствоваться минимальной гарантированной доходностью в 0,01% на ваш вложенный капитал. Ну, даже если не скакнет, то мы просто можем предполагать, что, допустим, в течение года, с учетом текущей обстановки, российский рубль может оставаться достаточно крепким и, наоборот, укрепляться. И тогда вы, опять же, своего дополнительного дохода не увидите. В общем, я считаю, что валютные прогнозы – это всегда в определенной степени игра в угадайку, потому что мы не можем заглянуть в голову людям, которые формируют рыночные драйверы. Это нужно понимать. А рубль особенно у нас находится на ручном управлении, если говорить объективно. И получается, что вот за такую угадайку мы рискуем своей годовой доходностью. Не проще ли все-таки купить УФЗ на ИИС или хотя бы даже облигации Сбербанка корпоративные? А вот как выглядит профиль ИОСов на сайте самого Сбербанка. Кстати, лицом этого инструмента является квартет И, который я очень нежно люблю и считаю их талантливыми ребятами. Но, если вы помните, то раньше квартет и рекламировал Бинбанк. Что-то пошло не так, и теперь они со Сбером, ну, как-то, мне кажется, не стоит им больше рекламировать финансовые продукты. Ну, да ладно, здесь что мы видим? Вот потенциальная доходность 10% годовых просто выгодно, доступно. И вот, например, предлагается нам ИОС Инвест Китс – купон с эффектом памяти, зависящий от изменения цен на акции международных компаний. Уолт Дисней, Джонсон & Джонсон, Кимберли Кларк и Нестле. Ну, вот здесь вообще жесткие условия. Купон выплачивается в конце каждого периода наблюдения при условии, что цена каждой из акций на дату оценки не снизилась более чем на 5% от цены 17 января 2020 года. То есть любая бумага проседает на 5% и больше от цены на 17 января, и вы уже свой долгожданный купон в 8,5% годовых не получаете, а продукт покупается на 2 года на минуточку. Мы помним про ожидание кризиса, про ожидание рецессии в американской экономике, падение потребительского спроса и так далее. Какова вероятность того, что хотя бы один из этих инструментов просядет? Она очень высока. Кто покупает такие рискованные инструменты и зачем, я не понимаю. Смотрите, я разыскала условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. Их еще раз нигде в официальных открытых источниках я не нашла, но мне скинули такую ссылку. И я заметила, что если там в этой ссылке заменить номер, там допустим 177, 178, то можно получать документацию по каждой новой инвестиционной облигации. Если вы соберетесь покупать, то я вам очень рекомендую этот инструмент открыть. Я оставлю эту ссылочку в первом закрепленном комментарии. И почитать особенно важно девятый пункт порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям. Здесь все прописано по каждому выпуску максимально детально. Здесь как раз написано про купонный доход, который допустим по этой штуке инвесткидс, которая включает в себя 4 акции, которые мы только что рассматривали. Вот прописано, пожалуйста, процентная ставка купонного дохода, то есть минимального 1 сотая, то есть в размере 0,0 рублей 20 копеек на одну биржевую облигацию. Мне кажется, это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать в своей жизни. Ну и вот здесь вот прописаны все формулы расчета, здесь прописаны все условия исполнения обязательств. Вы можете увидеть, что формулы далеко не такие простые, как может показаться на первый взгляд. И здесь тоже закопано достаточно большое количество камней. Про досрочное погашение также здесь написано, что выплата дополнительного дохода не осуществляется. Это информация, которую на сайте найти не так-то и просто. В общем, всегда читайте документы, друзья. Пожалуйста, ссылку оставлю в первом закрепленном комментарии. Безусловно, у ИОС есть определенные плюсы. Это все-таки то, что капитал защищен. То есть вы, как по некоторым, допустим, БКС-овским продуктам, не потеряете 90% от своего капитала. Если что-то пойдет не так, нет. Здесь хотя бы ваши начальные вложения защищены. Ну, по крайней мере, эмитентом является Сбербанк или его дочка, скорее всего. По крайней мере, мы с вами можем покупать этот инструмент на ИИС и доходность чуть-чуть повысить по умолчанию. Но, на мой взгляд, минусы перевешивают, потому что мне не нравится эта минимальная гарантированная доходность. То есть мне не нравится, что нам пытаются за какие-то дополнительные 1,5% дохода по сравнению с банковским депозитом или стандартными облигациями впарить продукт, который обладает очень высоким риском, при этом выдавая его за низкорискованный. Сбербанк. Не надо так. Пост-криптум. Помните, что там еще есть комиссия брокера за покупку и продажу 0,32%. Ну что ж, друзья, я с вами поделилась своей точкой зрения на ИОС и от Сбербанка. Если вы со мной не согласны, то напишите, пожалуйста, в комментариях, почему. Поделитесь своим опытом покупки этих инструментов. Может быть, кто-то уже додержал до погашения. Расскажите, как закончились ваши приключения. Или, что еще интересно, расскажите, если кто-то купил, а потом пытался продать на вторичном рынке. Какие были ваши успехи? Нашли ли вы там какую-нибудь ликвидность по этим бумажкам? Спасибо, что досмотрели до конца. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим видео, если вам нравится, когда мы разбираем финансовые инструменты. Делитесь с друзьями, показывайте это видео своим друзьям, которые хотят купить ИОСы от Сбербанка, чтобы они решения принимали более осознанно, понимая все подводные камни, осознавая все риски. У меня, кстати, было еще отдельное видео про структурные продукты в целом, которое вам тоже может быть интересно. Также мы разбирали как инструменты ПИФы, мы разбирали доверительное управление и другие неоднозначные финансовые инструменты, от которых начинающим инвесторам, как мне кажется, стоит держаться подальше. Я все ссылки на эти видео оставлю в первом закрепленном комментарии. Очень рекомендую посмотреть, это такой маленький ликбез для начинающего частного инвестора, чтобы не набивать на себе все шишки и начинать инвестиционный путь с правильных решений. Спасибо! Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Колокольчик – это очень важно для того, чтобы YouTube показывал вам наши следующие полезные выпуски, если, конечно, вы этого хотите. Ну и до новых встреч на нашем канале, в наших следующих роликах. Они выходят здесь каждый день.